Вот вы говорите, что в России много постов занимают женщины. Это здорово. Но, на мой взгляд, очень много людей в Госдуме из спорта. Я сам спортсмен, и мне кажется, это не очень здорово. Пусть будет лучше больше женщины. Женщина все-таки мать, хозяйка, хранительница очага, но вряд ли те женщины, которые в Госдуме занимают министерские посты, они уже совмещают то, о чем я сейчас сказал раньше. Либо ты политик, либо ты действительно мать, жена, дочь, сестра. Но я не знаю, хорошо это или плохо. Опять-таки, в истории есть женщины, которые поднимали за собой огромные массы, но есть также и женщины, которые были просто ища дядом. Давайте вспомним опять-таки госпожу Скрытник. Женщина. Замечательная женщина. Чего бы не спросить у нее. Что ж ты так родину не любишь? По большому счету, лишь бы это был профессионал, лишь бы это был образованный профессионал. И самый первый пункт. Патриотизм. И очень, на мой взгляд, правильно было недавно принято решение, что тот чиновник, у которого есть недвижимость, счета за границей, он не имеет морального права, просто прежде всего. И по закону тоже занимать свое место. Ты автоматически будешь предателем. Или есть уже. именно этим словом называешься. Потому что нельзя быть на какой-то должности государственной и не связывать завтрашний свой день, завтрашний день своих детей, своих внуков с Родиной. Автоматически ты предатель, если у тебя есть недвижимость и счета за границей. И это справедливо.